Представьте себе, кроватка, одеяло горящие, пеленочки горящие. Кроватки он вынес оттуда девочек. Говорит, я воспитан так. Это, конечно, огромное уважение к родителям, что воспитали такого человека. К нам поступило сообщение в дежурную часть по телефону 101-12-35 о том, что в городе Харькове, Беломорская частная секта, по улице Беломорская произошел пожар. Очень было такое быстрое сообщение об этом. Видно, что это где-то мужчина средних лет, потом еще несколько было сообщений. Туда было направлено наши четыре отделения. По приезду было установлено, что пожар в частном доме, в одной из комнат. Площадь его составила около 10 квадратных метров. В результате этого пожара пострадала девочка, 2016 года рождения. Она была госпитализирована. Почему? Потому что она получила ожоги. Верхних конечностей, нижних конечностей. И, как констатировали изначально медики, у нее были именно ожоги внутренних органов, я имею в виду дыхательных путей. В районе через где-то час-полтора часа пожар был полностью ликвидирован. На улице также находились двое детей, которые проживали в этом доме. Как я уже сказал, огнем были охвачены домашние вещи, постельные принадлежности, где находился очаг пожара. Вы знаете, когда мы начали интересоваться, кто же девочка, почему потом, когда наши первые подразделения прибыли к месту пожара, они увидели стоящего мужчину с ребенком в руках. Естественно, приступили к тушению. Потом по ликвидации пожара наши спасатели установили, что это мужчина, который спас, вынес из огня, с горящего, с горящей комнаты вынес девочку. У нее по внешним признакам были ожоги. Ну, потом прибыла скорая помощь, как я уже сказал, и была госпитализирована девочка. Рядом находились двое детей, они тоже были госпитализированы. Предварительно было сказано, что они получили отравление угарным газом. Они были также госпитализированы. Наши сотрудники взяли координаты у этого мужчины. Мужчина оказался 1978 года рождения. Зовут его Дмитрий. Уже в личной беседе, когда я позвонил ему по мобильному телефону, он пообщался с ним. Вот что мне сразу понравилось, это его слова. Он говорит, я проходил мимо, я услышал, там, женщина сказала, что дети, он так расслышал, что там пожар в доме, там находится ребенок. Я, говорит, сразу, когда это я услышал, я посмотрел, увидел дым, подошел, там, только из центрального входа, там был другой вход, он подошел к нему, увидел открытое окно. В комнате уже стоял мужчина. Как стало известно, этот мужчина пытался помочь, но он не сумел пройти вот через вот это сильное задымленное помещение, комнаты и открытый огонь, он не сумел пройти это. Дмитрий мне рассказал, что он сделал первую попытку, она оказалась, ну, невозможно было пройти, потому что дышать было нечем. А уже во второй раз он все-таки дошел до той комнаты, увидел, что огнем было охвачено постельные принадлежности, где находилась девочка. Он ее взял и вынес на улицу. Поверьте мне, что там была угроза его жизни. Почему? Сильное задымление, он, говорит, я практически ничего не видел, но и открытое пламя. Если вы обратите внимание на фото-видео, вы увидите, как выгорело это помещение, а вы представьте, что он туда в это входил, а там находился ребенок. Я говорю, ну, ты вот проходил мимо, в принципе, ты отчетливо слышал о помощи. Он говорит, нет, так отдаленно слышал. Я живу совсем в другом месте в этом поселке, проходил просто мимо по своим делам. Я говорю, ну, в общем-то, ты так среагировал, ты молодец. Вы знаете, его были слова, я воспитан так. Медики сделали все возможное, даже делали невозможное, чтобы спасти девочке жизнь. Но от полученных травм, полученных ожог, извините, она скончалась, в больнице ожог. Но, поверьте, медики и все службы делали для того, чтобы спасти девочку. Как стало известно, в момент возникновения пожара взрослых в квартире не было. В квартире не была и мама. С ее слов она вышла позвонить со стационарного телефона на улице. Ну, данным вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. Конечно, рассматриваются все версии, и человеческий фактор, и рассматривается техническая причина. Но на данный момент изъяты туда определенные участки электропроводки, и проводится экспертиза, и проверка по факту данного пожара. То есть беседуется с родителями и так далее. Я, конечно, все прекрасно понимаю, но Дмитрий сделал все, что мог. Молодец, спасибо ему большое.